Транслокация Ну, вообще, если говорить о транслокациях и вообще о саркомах, то здесь, поверьте мне, я думаю, что ни один специалист на память этого всего помнить не может. А на самом-то деле диагностика этих транслокаций – это вообще основа диагноза. В какой мере это влияет на лечение, сложно сказать. Я вам приведу потом из охотничьих рассказов пример, когда диагноз удалось поставить правильно. Я не думаю, что это принципиально изменило судьбу больного. Но иногда, конечно, влияет. В чем тут возникает сложность? Посмотрите, вот количество этих транслокаций, оно на самом-то деле измеряется сотнями, если брать редкие варианты. На сегодняшний день нет какого-то приемлемого метода, который позволяет всегда идентифицировать транслокацию. Используют, как правило, методы, которые называются фиш-флюоресцентной гибридизацией ин-ситу. В чем идея? Вот, посмотрите, вот у вас саркома Юинга. Вот ген, который подвергается транслокации. Он так и называется, ген саркома Юинга. Если происходит транслокация, то фиш улавливает под микроскопом следующим вариантом. У нас есть две метки на разные позиции гена. Когда они разделяются в пространстве, часть гена оказалась на другой хромосоме. Это и есть признак транслокации. Проблема заключается в том, что те диагностические стандарты, которые есть, по терминологии их специалисты называют анонимные. Вы можете сказать, что у вас перестройка гена саркома Юинга, а вот какая конкретно, вы сказать не можете. А вот тут начинаются дебри диагностики. Посмотрите, вот этот ген, вот так он называет саркома Юинга, наиболее часто, наиболее характерный. Вот у нас локации действительно это саркома Юинга. Но посмотрите на эту табличку. Вот у нас светлоклеточная саркома, тоже ген саркома Юинга, партнеры другие, другая хромосома вовлечена. Это все разные механизмы, разные биологические ипотипы. Но от этого же меняется диагноз. Вот еще варианты. Большое количество саркома имеют в качестве основной перестройки ген саркома Юинга, а в качестве партнеры другие гены. Этим и определяется, почему саркомы разные. Следующий слайд, пожалуйста. И вот как раз пример. Ко мне обратился Григорий Александрович Раскин, он работает в соседнем учреждении. Говорит, странная какая-то вещь. Вроде бы саркома Юинга, судя по лимфатическим узлам метастатическим, которые есть в брюшной полости, но самой опухоли нет. Редко бывает, чтобы саркома проявляла себя как опухоль с неизвестным первичным очагом. Для аденокарциномы, ну я не могу сказать, что это почти норма, но если верить литературе, 3-5% аденокарциномы – это опухоли с неизвестным первичным очагом. А для саркома-то это редкость. Следующий слайд, пожалуйста. Он сделал фиш. Фиш показывает, что саркома Юинга. Ну какая это саркома Юинга, если первичного очага нет? Что-то тут не то? Следующий слайд, пожалуйста. И вот тогда мы уже пытаемся двигаться дальше и делаем тест, который ни в какие стандарты не входит. Речь идет о том, что при помощи полимеразной цепной реакции попытаться выявить вторая часть транслокации. Первая часть понятная – это саркома Юинга, ген саркома Юинга. А второй партнер транслокации какой? Выясняется, что это не саркома Юинга, это гастроинтестинальная мягкотканная саркома. Мягкотканная саркома желудочно-кишечного тракта. Пациент полностью обследован. Но пока не знали об этой транслокации, при стандартных методах обследования все, что надо, делали компьютерную томографию, магниторезонансную томографию, опухоль найти не могли. Следующий слайд, пожалуйста. А вот когда уже есть… Нет, предыдущий, проскочили. Да, спасибо. Так вот, когда выяснили идентичность гена партнера, когда оказалось, что это мягкотканная саркома, вот тогда уже при более прицельном обследовании нашли первичную опухоль в тонкой кишке. В данном случае вряд ли это помогло пациенту, потому что уже был процесс, в общем-то, диссеминированный. Поэтому от того, что правильно поставили диагноз, так или иначе мало что изменилось. Но все-таки бывают же и другие сценарии. Следующий слайд, он представляет интерес. Светлоклеточная, так называемая, саркома. Тоже относительно редкая разновидность сарком. А раньше их называли меланома мягких тканей. Потому что на самом-то деле эти разновидности сарком, они экспрессируют абсолютно такие же маркеры, как меланоциты. Ну, тоже это, в общем-то, до последнего момента было кабинетной наукой на самом-то деле. Ну, какая разница, какие маркеры экспрессируют опухоли, какая разница, как ее называть. Меланома или саркома, и там, и там, в общем-то, тактика лечения одинаковая. Но сейчас выясняется, что примерно половина вот этих сарком содержит мутацию в гене Бераф. А для Бераф уже есть ингибиторы, есть препараты. И тут, помимо клинического интереса подобной ситуации, обнаружена мутация Бераф. Можно попытаться лечить ингибитором Бераф. И посмотрите, это первый случай мягкотканной саркомы, где действительно обнаружена мутация Бераф. И где проводится лечение вимурафенибом. И посмотрите, какой хороший эффект. То есть это тот случай, когда уточненная диагностика несет для себя непосредственные клинические выводы. И еще один момент. Если мы говорим о том, как правильнее называть мягкотканные саркомы, светлоклеточные саркомы, это действительно саркома, это меланома мягких тканей. Вот на данном этапе, я думаю, в интересах пациента термин меланома мягких тканей окажется полезнее. Потому что вимурафениб для меланомы зарегистрирован, а для саркомы нет. И когда мы одно и то же заболевание называем меланомой мягких тканей, а по сути дела это синоним, мы все делаем в рамках закона и в рамках регистрации. Если ту же опухоль назвать альтернативным названием саркома, можно посмотреть по-разному. Следующий слайд. Следующий слайд, да, спасибо. На самом-то деле много говорят о банкогенах, о мишенях, о транслокациях. Удивительно, но оказывается саркомы, как и опухоли печени, имеют универсальную характеристику, которая, в общем-то, редко пропагандируется. По каким-то непонятным причинам в этих опухолях отсутствует фермент, фермент, который синтезирует аминокислоту аргинин. Всего у нас 20 аминокислот, из них строятся белки. Если одной аминокислоты нет, то клетка уже жить не может. Так вот, что получается. Прекрасное терапевтическое окно. Посмотрите, в саркомах нет синтеза аргинина, потому что фермент отсутствует. А в нормальных тканях-то синтез аргинина сохранен, там с ферментом все в порядке. И отсюда очень инновационный, по сути дела, подход к терапии опухолей. Универсальное средство для лечения сарком. Надо назначить препарат, который в организме будет депонировать, забирать весь аргинин. Нормальные клетки с этим недостатком справятся. У них есть фермент, который заново продуцирует аргинин. А в опухолевых клетках, к счастью, эта способность утрачена. Нет синтеза аргинина. Вот и происходит гибель опухолевых клеток. Следующий слайд, пожалуйста. Гастроинтестинальные стромальные опухоли. На самом-то деле термин появился в ответ на появление лекарства. Дело в том, что пока не было Глевека, гастроинтестинальные стромальные опухоли назывались леомиосаркома желудка. А вот когда выяснилось, что именно эта разновидность, леомиосарком, пользуясь старым названием, имеет мишень, имеет точковые мутации в гене КИД или немножко реже в похожем гене, ген называется рецептор фактора роста тромбоцитов. Это все историческое название, не имеющее никакого отношения к биологии. Так или иначе, есть мутация, которая обеспечивает успешное применение препарата. Вот так и возникло новое название гастроинтестинальная стромальная опухоль. Просто чтобы автоматически это ассоциировалось с вероятностью назначения Глевека. Ну, там тоже есть своя наука, потому что на самом-то деле там разные мутации. В зависимости от того, где находится мутация, меняется доза препарата. Но это все-таки уже мелочи, которые касаются только непосредственно тех докторов, которые назначают терапию. Что существенно? Раньше гастроинтестинальная опухоль была очень редко. И найти больного с этой опухолью было очень нетипичная ситуация. Сейчас гастроинтестинальная опухоль остается редкой опухолей. А больных таких много. Почему? Потому что живут они дольше, благодаря Глевеку. Посмотрите, как минимум пятилетняя прибавка продолжительности жизни зарегистрирована только за счет одного таргетного препарата. А мало кто помнит, когда появился сутент сунетиниб. Сейчас он больше ассоциируется с лечением рака почки и многими другими показаниями. Первая позиция для сутента была препарат второй линии. Если опухоль становится резистентной к Глевеку, пытались назначать сутент и получали положительные результаты. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Спасибо. Давайте пропустим, потому что у нас из-за переключения. Следующий слайд, пожалуйста. На самом-то деле из гастроинтестинальной с тромальными опухолями не так все просто. Во-первых, там обнаружена редкая разновидность опухолей. Там есть дефекты в метаболизме глюкозы. Про это сейчас чаще придется слышать, потому что многие опухоли имеют биохимические дефекты в цикле Крепса. Как ни странно, но вот эти трудности с метаболизмом глюкозы, ну, казалось бы, никакого отношения они к делению клетки не имеют. Они все чаще и чаще выглядят как перспективные мишени. Ну и опять же, при гастроинтестинальных с тромальных опухолях наблюдаются мутации БИРАФ. Что это на самом-то деле, это нам кажется. А может быть, тут источником является меланобласт или при саркомах тоже где-то. Но явно пересекаются пути меланом и сарком. Так или иначе, в общем-то, это надо принимать во внимание, потому что если нет мутации КИТ, нет мутации PDGFR, или, скажем проще, ответа на ГЛИВЕК нет. Нет экспрессии, то, что видит морфолог. Есть резон попробовать БИРАФ-мутацию, сделать тест, если, конечно, есть препарат. Следующий слайд, пожалуйста. Еще одно редкое показание для ГЛИВЕКа, которое тоже редчайшая опухоль, но в которое входят в регистрационные документы. Это дерматофибросаркома протуберанс. Вот посмотрите, здесь не мутация, здесь транслокация. Вот у нас ген, который выполняет роль партнера. Это столь неважно. А активируется, помните, я пытался выговорить, Plotally Derived Growth Factor Receptor. Это ген, который имеет название историческое, оно не соответствует его роли. На самом-то деле это стандартный онкоген. По своей структуре этот малоизвестный рецептор очень похож на рецептор КИТ. Идея такая же, выход один и тот же. Здесь есть чувствительность к ГЛИВЕКу, здесь есть чувствительность к ингибиторам следующего поколения. Следующий слайд, пожалуйста. Совсем другое. Есть разновидность опухолей, которые называются липосаркомы. Там не транслокация. Там один из генов увеличивает свою копийность. В норме у нас две копии каждого гена. А есть ген, который называется MDM2. Происходит его апплификация. Вместо двух копий 10-20 копий. В чем функция этого гена? Про ген P53 более или менее слышали все, кто занимаются онкологией. Это самый известный ген-супрессор. Что получается? Функция гена MDM2 – контролировать количество P53. MDM2 вызывает в клетке распад P53. Соответственно, если у нас амплификация гена MDM2, то теряется главный ген-супрессор – ген P53. Что в результате происходит? Именно амплификация гена MDM2 есть причина бесконтрольного деления клеток. И отсюда, опять же, терапевтический подход. Следующий слайд, пожалуйста. Вот вам результаты попытки применения экспериментального ингибитора гена MDM2. Ну, согласитесь, с учетом для того, что, в общем-то, эти случаи, все, что мы говорим про саркомах, это, как правило, малоуправляемые опухоли. Посмотрите, здесь не так плохо. Здесь 20 пациентов взято с липосаркомой. Один частичный ответ – 14 случаев стабилизации. Для экспериментального препарата – это все-таки 15 из 20. Контроль заболевания – это значительно лучше, чем то ничего, с которым сейчас приходится жить. Следующий слайд, пожалуйста. Еще одна редкая опухоль – солитарная фиброзная опухоль. Ключевое слово здесь. Вот этот ген, который активируется, это транскрипционный фактор, который запускает активность многих киназных рецепторов. В том числе КИД, в том числе ПДЖФР, не столь важно. Следующий слайд, пожалуйста. И вот когда появился СУТЕНТ, СУНИТИНИП, я думаю, что мало кто это помнит, тогда маркетинговый лозунг был «мультикиназный ингибитор». Идея такая, что если, допустим, ИРЭСа, Торцева, ГЛИВЕК, они, опять же, с точки зрения маркетинга, позиционируются как специфические ингибиторы ИРЭСа, рецепторы эпидермального фактора роста, ГЛИВЕК, ингибитор КИД, БСЛ, АБЛ, а на самом деле это не совсем там. Все маленькие молекулы, аналоги АТФ, они угнетают несколько рецепторов. И в частности удается подобрать такие ингибиторы, в частности СУТЕНТ, которые угнетают несколько параллельных молекул, несколько параллельных каскадов, вовлеченных в пролиферацию опухолевых клеток. Ну и опять же, посмотрите, это испытание СУТЕНТа для больных с солитарными фиброзными опухолями, у которых резистентность стандартным подходам лечения. Посмотрите, 6 из 10 частичное ответное лечение. Ну тоже, в общем-то, это здорово, с учетом того, что здесь все возможности для воздействия на опухоль системные, они исчерпаны. Следующий слайд, пожалуйста. Ангиосаркома. Ну, само название подразумевают сосуды, поэтому, разумеется, в первую очередь для подобных опухолей тестировался препарат, который тоже очень широко разрекламирован, авастин. На самом-то деле, патогенез сарком связан не столько с мишенью к авастину, фактор роста эндотелия, на самом-то деле, молекул, которые участвуют в регуляции сосудистого русла, формирования, их десятки. И здесь немножко другие названия. В качестве молекул, которые запускают процесс появления ангиосаркома, выступают препараты-молекулы, которые называются ангиопоэтины. И здесь немножко другой экспериментальный препарат. Называется это по-русски, не знаю, как сказать, пептибоди, пептитело, не знаю, потому что на самом деле, что такое антибоди, антитело? Это антитело, которое естественным путем получено к определенной молекуле. А здесь гибрид, здесь каркас, это естественное антитело. А другая часть препарата – это олигопептид, маленький участок белка, который пришит к антителу и который инактивирует ангиопоэтины и их рецепторы. Это тоже экспериментальный препарат, у которого, по крайней мере, на уровне того, чтобы вылечить от сарком лабораторных животных, пока получается неплохо. Посмотрим, что получится на людях. Следующий слайд, пожалуйста. Давайте пропустим. Следующий слайд, пожалуйста. Еще одна разновидность опухолей, где препарат уже появился. Альвеолярная рабдомиосаркома. В патогенезе многих альвеолярных рабдомиосарком играет роль ингибиторы циклин-зависимых киназ. Почему я именно на этом слайде хочу остановиться? Препарат уже есть, пальбоциклип. Он уже зарегистрирован для лечения рака молочной железы. Получается, что, в принципе, в той или иной степени, эти препараты, по крайней мере, технически стали доступными. Ну, соответственно, как только где-то появляется доступная таблетка, сразу появляется возможность пытаться использовать эти препараты. И наверняка, насколько они эффективны при рабдомиосаркомах, на самом-то деле уже ведут клинические испытания, уже есть отдельные клинические случаи, когда вроде бы от такого лечения есть эффект. Следующий слайд, пожалуйста. И он заключительный. Ну, по идее, это, в общем-то, еще одно из направлений пытаться бороться с саркомой специфическим путем. Это всякие фокусы с генной инженерией, которые позволяют инактивировать каждую конкретную транслокацию. По крайней мере, теоретически это делать можно, и это направление исследований. С другой стороны, конечно, как и всегда, хочется получить какое-то универсальное средство против рака. И, в частности, вот эти подходы, которые связаны с ингибиторами, с аргинина, будучи универсальными, они представляются более интересными в какой-то степени, чем специфическая терапия, специфические знания о мишенях. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.